Потребность в ПЦР-тестах резко увеличилась в последнюю неделю января и начале февраля. Именно тогда был большой наплыв пациентов в поликлинике с характерными симптомами. Каждый день в лабораторию диагностического поступало до 14 тысяч мазков. Ковид-положительных выявляли круглые сутки. Персонал работал в две смены. Привлекли дополнительные людей из центра, кого могли. Также мы смогли привлечь дополнительно студентов, которые нам на сегодняшний день очень хорошо помогают в лаборатории. Когда у нас произошло большое количество исследований, до 12-15 тысяч нам привозили в сутки. Мы были готовы к этому моменту и в общем справились. В лаборатории материал многократно проверяют, цела ли упаковка, соответствует ли всем данным. А после подготовки его отправляют в так называемый амплификатор, где обнаруживают РНК-вирус. Идет реакция около двух часов. Если реакция у нас положительная, мы видим график подъема и циклы прописываются, позитивов. Если реакции нет, у нас идут отрицательные результаты. В автоматическом режиме результат попадает в комнату выдачи результатов. Здесь уже дела, что называется, бумажные, но не менее важные. В соответствии с той схемой, которая у нас выгрузилась из зоны выделения, там мы уже окончательно, так скажем, утверждаем положительный либо отрицательный результат. То есть вы тот человек самый, который говорит положительный пациент или отрицательный результат? Можно сказать, да. Сейчас ситуация с ковид в регионе пошла на спад. Об этом говорит и количество ПЦР-тестов, которое заметно уменьшилось. Наш объем работы, он зависит от развития ситуации в целом в краю. Поскольку две трети населения краев служим именно мы, на самой крупной лаборатории, поэтому четко по поступлению биоматериала можно видеть, насколько острая ситуация вообще по ковиду и острым респираторным вирусным эффектам. За вчерашний день это было примерно 2,300 мазков. Это очень мало для нас, то есть это половина нашей мощности. К слову, по данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали на 351 заболевшего меньше, чем сутками ранее. А вот стоит ли говорить, что омикрон отступает, пока большой вопрос. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.